итак всем привет продолжаем развивать сельское хозяйство в селе величковка в прошлый раз как вы помните мы кое-как вроде бы начали распахивать картофельные поле наши да вот и я его заказывал кое-как с горе пополам закончил вот дождь мешал трактор застревал к сожалению вода вот и вроде бы согласились мы допахать его отдалу это когда дождь закончится ну вот в принципе мы допахали да вот вчера опять дождик прошелся и вот здесь вот такая вот лужа получилась вот между прочим итак начал я культивировать поле номер 5 вот который вот находится вот здесь да вот и у нас случились кое-какие неприятности это во первых у трактора закончилось топливо и он сломался вот итак топлива я вот в магазине купил целую бочку такую да вот 500 литров и сейчас возьмем инструменты да давайте к возьмем инструменты тележку ой так вот и вот надо будет там кое-какие что-то гидравлические шланги порвались везде что-то масло потекло в общем то короче так борт ладно закрывать не будем так вот ремнями закрепим вот так вот вот отлично ну в общем то короче говоря мы их стараться стали короче там вот посреди вот почти посреди поля ладно сейчас посмотрим да вот и заценим так сказать обстановку и примем как говорится мерой итак у нас уже апрель месяц да вот пока ма март у нас получился такой непогодливый дождливый да вот но апрель у нас такой вот сухой уже более-менее да вот пока еще влажно конечно и температура у нас немножко поднялась да и почва немножко прогрелась уже можно сажать кое-какие зерновые культуры вот и вот надо бы пока время есть заняться этим делом да вот вот так ну у нас вот в основном поля номер 2 и 4 распаханы да вот на поле номер 3 уже смотрите-ка трава поднимается да вот которую скором времени мы будем косить вот на сено вот наше поле номер 4 так и вот поле номер 5 вот который мы начали культивировать уже вот несколько вот кругов проехали вот и вот трактор вот тут вот стал вот короче гидравлику заклинило и культиватор не опускается короче вот давайте клад с этой стороны вот так подъедем такой уазик застрял к сожалению так тяжко будет к сожалению так что же делать так по вспаханному полю мы проехать не можем так ну а трактор может хоть мы не можем так надо вот сейчас выехать как нибудь так зацепились вот так так ну трактор пока я не заправлю я никак не заведу так ладно сейчас что нибудь придумаем так ой открывайся же дверь ты так так давайте ка инструменты потихоньку потащим туда да вот и надо будет сейчас отремонтировать трактор так давайте ка так и давайте ка сейчас будем потихонечку ковыряться так починить так ну вот это вот нам запчасти обошлись сто восемьдесят четыре евро да вот так 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 трактор починили отлично и давайте ка сейчас мы бочку сами самостоятельно докатим да вот и заправим как такой тяжелая сейчас кое как докачу ее фу так где у нас тут где-то здесь вот в ящике шланги должны лежать так ладно так и давайте-ка потихоньку закачаем сейчас соля ручки так наполнить трактор все отлично заправили да так так бочки немножко конечно же осталось сейчас вроде бы полегче будет тащить ее так давайте оба я кое-как ее затащил фу магазине то мужики помогли а сейчас вот кое-как еле-еле фу получилось так давайте-ка инструменты тоже положим так все отлично закрепи закрепим это дело все ремнями так ну ладно пока уазик стоит и давайте-ка сейчас попробуем трактор завести ухты как коптит завелся отлично так давайте-ка проверим гидравлику как работает а опускается до поднимается хорошо так и давайте-ка сейчас потихонечку скультивируем все это дело все работает отлично классно так и вот смотрите-ка бодренько как пошел да вот после заправки после наладки да вот так вот здесь вот немножко мы буксуем иногда вот ну вот трактор вроде бы выезжает да вот опять сели они в принципе выехали так немножко оставили да ну мы сейчас это дело заберем все равно так оставлять нельзя надо качественно все закультивировать так стоп как в грязь главный не влезть так вроде бы закультивировали нет так отлично так вот здесь вот тоже вот такая небольшая лужа да вот имеется и вот весенние вот такое вот поле да вот она не очень тот вот опять застряли немножко вот помогает когда вот поднимаю культиватор так все давайте-ка поехали поехали все отлично надо с этими лужами вот что-то делать вот такие вот у нас от трудности полевых работ так и у нас вот скором времени вот уже вот пора бы да вот сажать картошку так так ну в принципе вот поле такое смотрите-ка приличненькое да вот я думаю в совокупности да вот все поля должны дать нам неплохой урожай вот но пока мы еще будем работать на примитивненькой такой техники да вот может быть еще и будем покупать поля ну или брать в аренду у деда митрича у деда митяя да так так нечаянно не на то нажал так назад так поехали или может быть чельмочным ходом так и вот нам надо будет уже потихонечку сейчас вот закупиться семенами да вот приобрести сеялки сажалки и какой-нибудь конечно же колесный трактор да вот которым удобно будет нам сеять да вот или вот загружать семена все елки заправлять но будет видно так так вот сейчас наверно надеюсь вот эту лужу все-таки вот преодолеем так большой спрос на зерновом элеваторе интересно что спрашивают но у нас пока что спрашивать у нас вообще ничего нету чтобы удовлетворить их спрос да вот коэффициент сцепления меняется да вот и трактор заносит в другую сторону и вот опять увяз так ладно выровняем вот так вот мы это дело так так сейчас попробуем с разгона преодолеть хотя вот как с разгону потому что у нас вот культиватор опущен да вот в работе у отлично получилось неплохо так так он уже тут трактор весь грязный стал да вот смотрите-ка прям такой труженик полей так ну давайте-ка это все дело сейчас доделаем за кадром ну давайте-ка это все дело сейчас доделаем за кадром ворона улетела ну и дать наверно долго червяка ковыряла странная ворона так надо будет это все вот сейчас сложить вот и потихонечку отвести да так пойдем трактор наш вот поставим поставим да вот культиватор отцепим и надо будет уже вот задумываться о посеве да вот что же у нас так ну в принципе вот основные зерновые уже можем сажать да вот потом канолу картофель свеклу да вот посевную редьку вот ну в принципе рожь посмотрим что вот будем чем будем засеивать сейчас немножечко потом на уазике объедем наши поля посмотрим и вроде бы севооборот я составил вот и согласно вот этому севообороту будем потихоньку засеивать наши поля да вот и потихонечку ухаживать и так нам нужно будет прикупить сейлочки сажалки да вот и надо будет наверное купить еще один какой нибудь трактор на этот раз уже колесный вот так ну будем конечно это сеять разумеется гусеничным да вот по культивированному полю да вот ну опять-таки тоже надо будет чем-нибудь вот подвозить семена да вот нужен какой нибудь трактор так семена нужно подвозить удобрения и нужен будет конечно же прицеп да, вот какой нибудь прицеп вот чему можно будет возить удобрения Да, вот семена Или что-то в этом роде Так, я что-то Куда-то не туда поехал Кажется Ну, я вот, так сказать Это местный, да, вот немножко Ну, в принципе, сейчас вот на улицу выедем Да Хотел немножко по задам поехать Пришлось Это, выехал нечаянно на улицу, да Вот Стоит вот мукомольная Фабрика, да Бывшая такая вот Которая вот уже давно не работает Вот там, наверное, уже То есть, вообще вот старая мукомольная фабрика Которая вот не работает вообще Ну, кто-то вот, смотрите-ка Шлагбаум открывает Там какой-то Охранник, сторож, наверное, есть, да Вот, чтобы В конце концов Эту мукомольную фабрику, да Вот Окончательно полностью Не растащили Не разворовали Ну По сути, как говорится Охраняет тупо Железо, да Вот и участок этот Так, пока наш трактор доковыляет Да, вот до нас же у дома Ну Ну, в принципе, правильно едем Вот нужно будет отсюда заехать В принципе, да И вот, в принципе, если мы купим Новый трактор, да Вот нам надо будет Нанимать работников, да Вот Надо будет переговорить С дедом Митяем, да Вот, может быть Кого-нибудь тут из местных Организовать, да Вот И Вон их Сколько тут ходит Вот Я думаю, может быть Как раз таки слоняются Они без дела, да Вот Скорее всего Нужна будет им Работа, да Вот За определенную плату С дедом Митяем Так, вот они Наши открытые ворота Наконец-таки Доехали мы О, не вписались Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, надо как-нибудь поставить Чтобы не мешаться Так, ладно Потом поправим Так, отцепляем Так, ну Лук, в принципе Потом поправим, да Давайте-ка Трактор заглушим Пока И давайте-ка Поехали потихонечку В магазин, да Прицеп, конечно же Оставим сейчас дома Ладно, у нас Хоть такой вот УАЗик есть, да Вот По-быстрому Можем перемещаться По деревне, да Вот И ездить Куда хотим И ездить Вот И ездить Ой, что-то до сотни разогнался По деревне Жители, наверное, в шоке Так, ну вот, сейчас возле гаража припаркуем прицеп Так, отцепляем Это может быть взять, я не знаю Так Ладно, не будем брать, погнали Короче Так, ладно, не больше 60 будем ездить, да? Надо хотя бы в движке что-нибудь посмотреть Вот, что-то барахлить непонятно Что-то стучит вот Но это потом Я думаю До магазина дотянет, я думаю Вот, что-то Так, вот магазин сельхозтехники, сельхознаб. Так, пойдёмте-ка сходим, посмотрим кое-что. Так, в первую очередь нам нужен будет какой-нибудь колёсный малый трактор, да? Вот. Итак, у нас имеется только вот старенький UMZ, да? Вот, так. Давайте-ка цвет поменяем на такой бежевый, да, вот, крышу тоже. Цвет дизайна. Так. Погрузчик ставить, не ставить, вот не знаю. Так, цвет обода. Давайте-ка всё в синим цвете возьмём. Вот такое, да? Так, конфигурация. Вес, да, вот имеется. Так, 160 пускай висит. Так, естественно, бэушный. Зеркал нету. Выбор колёс. Так, узкие. Ух ты, Spark. Так, широкий ход. Так, старого образца. Ну, вот, наверное, типа вот так вот поставим. Так, воздушный фильтр. Вариант 1, вариант 2, вариант 3. Давайте-ка, вариант 3, 2 поставим. Крыльев нету. Без логотипа. Подножка старого образца. Так, капот. Во, капот вот такой вот пусть будет. Погрузчик ставить. Нет. Так, пока не будем ставить погрузчик. Выбор двигателя. Смотрите-ка. Так, 240. 60, 80 лошадей, да? Топливный бак. Так, ладно, топливный бак выносить не будем. Так. Не, ну, в принципе, давайте-ка, наверное, ПКУ поставим, да? Так. Отлично. Ну, и само, разумеется, конечно же, купим для него и погрузчик. Он все-таки нужен будет. Так. Фронтальные погрузчики. Нам нужен ПКУ Барнаур. Так. Тут вот различные насадки имеются, да? Упш. Так. Так. Удлиненная стрела. Обычная стрела, да? Стандартные крепления. Быстросъемные поставили с дополнительным освещением. Цвет давайте-ка, наверное, под цвет трактора. Ух ты, какой темный. Вот, наверное, вот такой вот пусть будет. Цвет дизайна. Ладно, оставим такой же вот. Вот, стандартный оставим. Так. И само, разумеется, какую-нибудь насадку надо вот. Так, чтобы было удобно грузить мешки, да, вот, с семенами и удобрениями. Так, вот подъемный кран с плечом. Так. Канить. Так, вот подъемник до биг-багов. Ну, в общем-то, такой вот и возьмем. И само, разумеется, конечно же, нужен противовес. Что-то я забыл про противовес. Так, вот противовес, да? Так, в черном цвете. Здесь будет он такой вот, ржавого, да? Так, и прицеп. Прицеп, прицеп. Вот такой интересный, да? Так, прицепов пока, вот, говорят, нету, да? Прицепов пока нету. А, вот что забыли. Надо будет купить сейлки. Так, сейлка и сажалка нам надо. Так, и сажалки. Так, ну, в принципе, так, две с половиной. Одинаковые сейлки, да? Вот, смотрите-ка. Так, червон и зеркал. Давайте-ка потемнее цвет. Выберем такой вот цвет дизайна. Так, стандартные колюса. В принципе, такой вот возьмем. Так, теперь нужна сажалка. Даже две сажалки надо будет купить. Так, вот. УПС-8. И еще одну сажалку нам надо будет, которая будет сажать картофель. Так, вот. СБН-ка. В принципе, пускай красный будет. И желтый. Во, крас... Красиво как. Так. Ну, что мы понаприобрели. Так, вот. Такая вот картофельная сажалка. Это вот сажалка для кукурузы, свеклы, да? Вот и все такое прочее. Вот такая вот сейлочка. Противовес с навесками, да? Вот смотрите-ка, это погрузчик. И вот такой вот трактор, да? Вот старенький, да? Вот весь такой ржавый. Вот. Называется UMZ-6. Ну, он для первого времени, он нам, как говорится, пойдет. Так. Посмотрим настройки. Так. И давайте-ка попробуем завести. Вроде бы аккумулятор спускача заводится, да? Ну, стартер вроде бы поставили, да? Вот. Хотя, несмотря на то, что трактор старый, да? Вот. Ух ты, как тут все. Надо будет, наверное, подкрасить, что ли, как-нибудь. Завелся, смотрите-ка. Ну, и давайте-ка цеплять все это оборудование, да? Вот. Ну, в принципе, давайте-ка вот будем цеплять все это оборудование, да? И все это дело мы отвезем за кадром. И на этом пока мы прощаемся с вами. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, не забываем ставить палец вверх. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну, и всем удачи. Всем пока-пока. Так, шланги прикрутили, да? Так, отлично. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok